МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы будем говорить о прекрасном лекарстве из Божьей аптеки – пыльце сосны. Разве такое бывает, скажете вы? Как много сосен окружает нас, но немногие из нас знают о том, что у сосны есть пыльца, и весной, в мае месяце многие сосны эту пыльцу отдают, распыляют ее. Чем же полезна пыльца сосны? В пыльце сосны очень гармонично сочетаются микро- и макроэлементы, витамины, минералы. И это делает пыльцу сосны уникальным лекарством. Пыльца сосны гипоаллергенна, потому что собрана с одной культуры, а на сосну мало у кого есть аллергия. Если взять пыльцу пчелиную, то это полифлорный продукт, со многих цветочков собранный, и поэтому достаточно концентрированный, и поэтому многие люди имеют аллергию, употребляя пыльцу пчелиную. Пыльца же сосны не имеет этого побочного эффекта. Порошок имеет желтый цвет, почти безвкусен, небольшой приятный запах соснового леса. Я хотел бы, чтобы сегодня мы могли все вместе научиться собирать пыльцу сосны и употреблять ее. Как это сделать? Пыльца сосны цветет в мае месяце. Вот в среднем по Волжье, это 15 мая, если брать севернее, чуть-чуть попозже. На деревьях появляются пыльники, и эти пыльники созревают. Очень важная особенность. Цветение пыльцы происходит в течение 3-5 дней. После этого вы не найдете ее на деревьях, поэтому нужно контролировать этот момент и вовремя прийти для того, чтобы собрать пыльцу сосны. Как же это делается? Я расскажу, как мы делаем это. Мы берем кулек, одеваем его просто на шею, на веревочках и подходим к сосне. И там растут такие свечечки, пыльники, и нужно их посмотреть. Если пыльник не созревший, ты надавливаешь на него, и из него течет сок, значит еще рано собирать. Но бывает момент, когда ты подошел, дотрагиваешься до пыльника, и он пылит. То есть вот эта пыльца, она выбрасывается из пыльника. Значит, вы пришли уже поздно. Потому что сорвав один пыльник, вы потрясли всю ветку, и вся ветка может осыпаться. Если вы пришли уже в такое время, то для вас еще есть надежда. Зайдите с северной стороны сосны и попробуйте там пыльники. Скорее всего, они будут еще готовы для того, чтобы вы их собрали. Итак, вы берете этот пыльник, который уже почти дозрел, уже почти начинает пылить, но еще не начал этого делать. Просто срываете обеими руками и складываете эти пыльники себе в кулек. За достаточно небольшое время можно собрать большой кулек и принести его домой. Что же дальше делать с этими пыльниками? Вы берете плотную бумагу, можно взять старые обои, и тонким слоем рассыпаете это в своей комнате. Это можно сделать в тени, это можно сделать на солнце. Через несколько дней пыльник высыхает и раскрывается, и пыльца становится доступна для вас. Вы берете сито, просеиваете и получаете натуральную, стопроцентную пыльцу сосны. Сами пыльники не выбрасывайте, там осталось еще много пыльцы. Поэтому засушенные пыльники вы можете использовать в чай, заваривать их и тоже получать оздоровительный эффект. Ну, а саму пыльцу вы можете сложить в баночку. Только один важный момент, вы должны ее хорошо просушить. Потому что если влаги будет много, тогда она или заплесневеет, или появятся жучки, которые погубят весь ваш урожай. Сколько пыльцы нужно для одного человека, чтобы поднять иммунитет? А пыльца имеет три направления своего действия основных. Первое. Она повышает общий иммунитет. Второе. Действие пыльцы сосны. Пыльца сосны помогает при лечении заболеваний дыхательных путей и даже туберкулеза. В древности люди использовали ее для того, чтобы помочь людям больным туберкулезом. Третье направление полезности этой пыльцы – это мужские болезни, простатит, аденомопредстательной железы. Сколько ее нужно потреблять? В интернете вы найдете разные варианты. Я скажу, каким рецептом пользуемся мы. Мы берем треть чайной ложки и дважды в день мы пьем, кушаем эту пыльцу. Она водорастворима. То есть нет необходимости смешивать ее с чем-то. Можно просто в водичку ее бросить и после этого воду эту выпить. Вот и все. Такой простой божий способ помощи организму сегодня вокруг нас находится. И прежде чем идти в аптеку, для того, чтобы покупать дорогие лекарства, которые повысят ваш иммунитет весной, вспомните о том, что есть прекрасный продукт. И если в мае месяце вы выделите один день из своей жизни и сходите в сосновый бор, то на целый год вы запасетесь им. Возьмите с собой друзей. Пусть они разделят с вами эту радость и пользуются тоже пыльцой сосны. На протяжении всего года вы будете благодарны Господу за то, что в вашем доме есть этот продукт, который будет нести вам здоровье и исцеление. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова